Привет всем. В качестве интерлюзии к нашему с Михаилом многосерийному разговору о секс-роботах должен отвлечься на пару новостей. Возможно связанных, возможно нет, но обе важные. Во-первых, в это воскресенье состоялось, можно сказать, историческое событие. На CNN вышел специальный репортаж почти часовой длины про моносферу вообще, как явление, и про МакТау в частности. Как и можно было ожидать, корреспондентша, которая за это взялась, была феминисткой и не скрывает этого. Подача материала крайне невзвешенная, тенденциозная и с манипуляцией в монтаже. От направления МакТау в репортаже засветился ютубер, известный под именем Биг Джон, Большой Джон. Не из тех, кого я регулярно смотрю, но человек хорошо известный. Сейчас в углу последовательно я покажу ссылки на полный репортаж, если его еще не прибили, он лежит уже на ютубе. Репортаж, где только Биг Джон вырезан. Этот репортаж занимает всего порядка пяти минут. И пост-фактум комментарий от самого Биг Джона про то, как он попал в этот фильм и все, что на нем думает. Комментарии, вообще говоря, интереснее, чем сам репортаж, пожалуй, что. Но посмотреть имеет смысл все. Конечно, оно все на английском, потому что на ютубе, по крайней мере, разместить CNN репортаж с переводом вряд ли получится. Главный урок, который, на мой взгляд, следует извлечь из того, что случилось с Большим Джоном, хоть это и не новость, если подумать. Если предстоит общаться с большими СМИ, то можно ожидать, каким образом они будут это общение выстраивать, как они будут манипулировать вопросами, как они будут манипулировать записями и так далее. Поэтому, во-первых, нужно думать, соглашаться или нет, даже если такие приглашения приходят. А во-вторых, имеет смысл в условия дачи такого интервью включать возможность проведения собственной записи, то есть ставить собственную камеру, снимать все, что говорится во время интервью и требовать права публикации, скажем, через неделю после официального выхода, иметь возможность выложить нередактированную версию, чтобы зрители могли трезво оценить, что на самом деле говорилось, что произносилось. В любом случае, какой бы тенденциозной подачей материала ни была, ожидается всплеск интереса к словосочетанию Мектау, к самой теме, к слову моносфера и так далее. Так что можно ожидать некий всплеск. А вторая новость в том, что примерно за неделю до того началось массовое отключение монетизации на каналах, которые прямо или косвенно идентифицируют себя с Мектау. Перепись ведется в комментариях к одному из роликов у Сэндмана. Порядка 20 крупных, хорошо известных каналов со стажем были почти одновременно отключены от монетизации, все под одним и тем же предлогом, там несоблюдение комьюнити гайдлайнс и так далее. Без указания конкретных мест, без указания конкретных роликов, без указания конкретных тем. Что интересно, чуть ли не первым в этой череде под раздачу попал Стардаск, он же Thinking Ape. Кто думает, что я в своих роликах там забираюсь слишком в абстрактные темы, тут просто Стардаска не смотрел. Этот человек настолько далеко в мире идей обитает, что там вообще трудно за что-либо уцепиться. Он взлетел намного выше мужского движения в поиске истины. Принцип отбора каналов для отключения неизвестен и, собственно, вряд ли его вообще озвучат. Но пока есть подозрение, что это делают роботы и роботы реагируют на кодовые слова. То есть, как минимум, на наличие слова Мэктау в заголовке, либо в комментарии в описании к видео. Но я бы не стал на это рассчитывать, не думаю, что дело в одном только слове. Фактически всем ютюберам, работающим в области мужского движения или родственных темах, пришло послание. Вообще-то оно приходило много раз, и мы все должны о нем уже знать и отдавать себе в этом отчет. Для тех, кто до сих пор все еще находился в иллюзиях, это последнее предупреждение, которое должно стать пробуждающим. На этом месте я расскажу про происхождение одной американской пословицы. Есть такая присказка The handwriting is on the wall. Буквально переводится как Надпись уже на стене. Когда американцы ее цитируют друг другу, то это означает, что прозвучало некое предупреждение. Чего-то очень печального, что грядет, и оно, скорее всего, неотвратимо. Последнее, финальное предупреждение. Откуда эта пословица происходит? Она происходит из Библии. Ветхий Завет. Эпизод с вавилонским царем и пророком Даниилом. Царь, который слишком долго витал в облаках и занимался своими там приятными делами, на перу наблюдает, как из воздуха появляется рука и пишет на стене в разных переводах три или четыре слова. В некоторых Библиях Мене Текел Фарис. В некоторых Библиях Мене Мене Текел У Парсин. Все перечисленные слова — это разные меры веса, которые использовались в это время, в этом месте. Царь очень заволновался, когда это увидел. Позвал всех своих мудрецов. Никто ничего расшифровать не смог. Но когда нашли Даниила, Даниил смог перевести, что это означает. И расшифровал это как предвестник очень скорого печального конца всему царству. И царю тоже. Так что вот, дорогие ютюберы, особенно те, кто относит себя или называет себя Мэктау, это глупо и нельзя в денежном вопросе на 100% зависеть от ютюба или похожих на него платформ. Если ютюб платит вам деньги, и тем более если это единственный ваш источник дохода, ну или главный источник дохода, глупо ожидать, что у вас будет право свободы слова. Мы все знаем пословицу, кто девушку ужинает, тот ее и танцует. Здесь абсолютная аналогия. На никаком own way речь не идет, если вы получаете деньги из этого самого источника. То есть вы всегда будете в подчиненной позиции. Всегда под цензурой. Всегда под топором. То есть вы будете бояться даже сказать что-то, что будет близко. И может быть оскорбит какого-то невидимого духа, который всем этим управляет. Потому что людей за всеми этими движениями не видно. Это наполовину роботы, наполовину какие-то теневые службы. Кто пытается отношения с ютюбом выяснять, не могут достучаться до конкретных людей. Там все очень абстрагировано. Решает все непонятно кто, непонятно как и непонятно почему. То есть такое почти божественное управление. Без объяснения причин. Типа сами догадайтесь почему. Это что касается вопроса мани. Что касается вопроса телек. Я уже излагал свою мысль, что персональные видеоканалы это по сути отмена власти телевидения. Таких центральных источников информации, которые вещали на всех. Теперь каждый может стать собственным источником. Системе это не нравится. Даже несмотря на то, что этот самый процесс приносит ей же деньги. Но видимо в этом вопросе она готова идти на убытки. Потому что некоммерческая сторона ими движет в первую очередь. Эти люди занимаются управлением, обществом. Деньги для них это вторично, ничто. То есть хорошо если они есть, но они и бесплатно тоже это будут делать. И даже с убытком будут делать. Так что глупо чувствовать себя прям на полной свободе. Нет. Вы фактически вас на ограниченных условиях пустили в телевизор. И все что слишком сильно отклоняется от телевизора. В образе мышления. В направлении исследования. Будут пытаться либо как-то прижечь. Либо просто вернуть обратно в мейнстрим. А теперь что касается слова fallos. Нужно быть готовым в любой момент расстаться с этим аппаратом. Надо отдавать себе в этом отчет. Тут применимы все те же правила, что и к отношениям. Нам ли этого не знать. Каждый день на ютюбе может быть последним. И вести себя надо так, как если бы этот день был последним. Никаких планов строить нельзя. Если нужно будет послать завтра, значит надо все это спокойно послать и продолжить жить. То есть, во-первых, нужно иметь запасные платформы. А лучше даже не одну. Куда можно временно сместиться. А во-вторых, нужно отдавать себе отчет, что и другие платформы тоже могут этот фитиль прикрутить. Да, хорошо, что у нас есть Minds.com. Или что у нас есть BitChute. И так далее. То есть, какое-то время можно будет протянуть на других платформах. Но уже бесплатно, естественно. Собственно, введение платы за показы рекламы, по сути, было довольно хитрым шагом, чтобы поставить независимых поставщиков информации в стойло. И они стали просто вынуждены маршировать колоннами под общий ритм. Это просто цепочка управления, средства управления. Теоретически, возможна такая ситуация, что через некоторое время никуда больше будет нельзя выложить никаких видео, никаких кастов, никаких роликов на эти темы. Ну и что? К этому тоже нужно быть готовыми. Не нужно от этого зависеть. Нужно иметь другие дела, другие интересы. Нужно уметь распространять информацию не только с помощью электронных средств, но и непосредственно людям. Посмотреть, что можно делать в своем окружении, в ближайшей школе, в кругу друзей, внутри семьи, расширенной семьи и так далее. В общем, нужно иметь способность и возможность в любой момент, в течение 15 секунд, послать всю эту систему на три буквы и продолжить жить дальше своей осмысленной, наполненной жизнью. Так что, комрады, Мани, Телек, Фаллос. Всем пока, удачи и свободы мышления. Спасибо. 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 Спасибо.